75 стран в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в диктанте Победы. Центральной площадкой в Москве стал Музей Победы на Поклонной горе. Старт акции в прямом эфире дал Сергей Нарышкин. 2020 год проходит под знаком празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и во Второй мировой войне, и наш долг как наследников Победы пополнять знания о тех событиях, передавать эти знания новым поколениям, знать и помнить. Диктант – это не соревнование, это не конкурс, это уникальная возможность вместе с сотнями тысяч неравнодушных людей почувствовать свою сопричастность к наследию Победы. За 45 минут необходимо ответить на 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны, выбрав правильный вариант из предложенных. Например, определить, какое историческое событие легло в основу сюжета фильма «17 мгновений весны», или назвать пропущенное название города русской боевой славы в тексте, где упоминается Черноморский флот. Готовили вопросы в российском историческом обществе. И нам хотелось бы затронуть вопросы не только военных действий, но и военно-промышленную сторону, безусловно, Великой Отечественной войны, региональный аспект, работу тыла, работу органов разведывательных, специальных органов. Результаты диктанта будут засчитаны как дополнительные баллы при поступлении в УЗА. Отличников также ждут ценные призы, а выполнивших задание максимально быстро пригласят на Парад Победы 9 мая 2021 года на Красной площади. Я пришла сюда, потому что мои предки воевали, и я хочу узнать, как можно больше об войне, об вообще истории, что им пришлось пройти. И также я хочу знать просто, что происходило. Вот, например, я хорошо помню первый день войны. Прежде всего, ну, мы же мальчишки были. Мы, так сказать, сразу почувствовали, что мы можем быть героями. Станислав Александрович Звездов войну встретил 13-летним мальчишкой. В 44-м, приписав себе год, записался добровольцем. Попал на флот, служил на подлодке на Балтике. Войну, убежден ветеран, выиграла не армия, народ. Мы – живое творение наших отцов и дедов. Сегодняшние мы – это они вчерашние, они живы в нас. И поэтому на нас со дня рождения огромное ответственность лежит. Мы родились для того, чтобы сохранить все, что завоевано нашими отцами и дедами за тысячелетия. Российские антарктические станции, космодром Восточный, парусник Херсонес – всего более чем 11 тысяч площадок в России и во всем мире. Диктант Победы написали более миллиона человек. Я верю, что эту акцию «Диктант Победы» мы будем проводить каждый год. Мы – организаторы. Пока у нас хватит сил. А потом нас подхватит эту акцию уже люди более молодые. И поэтому «Диктант Победы» будет и 10, и 20, и 30, и 100 лет. Главная цель «Диктанта Победы» – пробудить интерес к вдумчивому и серьезному изучению истории своей страны не только в рамках школьной программы. Служба информации Фонда «История Отечества». Фонда «История Отечества». Продолжение следует...